Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня, в среду, 26 апреля, за богослужением читается Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи 17 по 24. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. Глава 5, стихи 17 по 24. Глава 6, стихи 17 по 24. Глава 6, стихи 17 по 24. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Иисус же говорил им, «Отец Мой доныне делает, и Я делаю». И еще более искали убить Его иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу. На это Иисус сказал, «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит также. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. «Истинно, истинно говорю вам, слушающие Слово Мое и верующие в пославшего Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». После исцеления расслабленного в субботу, враждебные относящиеся ко Господу Иудеи, под которыми евангелист Иоанн обычно подразумевает фарисеев, саддукеев и иудейских старейшин, приступили ко Христу с замыслом убить Его за нарушение субботы, о почитании которой писал пророк Моисей. «О день седьмой, суббота, Господу Богу Твоему, не делай в оной никакого дела ни ты, ни сын Твой, ни дочь Твоя, ни раб Твой, ни рабыня Твоя, ни вол Твой, ни осел Твой, ни всякий скот Твой, ни пришлец, который в жилищах Твоих. И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал». Александр Павлович Лопухин пишет, «Суббота Божия стала для Бога успокоением только от дел творения, а заниматься делом промышления о сотворенном мире Бог не переставал никогда. А отсюда следовало, что и тот покой, который по требованию закона Моисеева евреи должны были сохранять в субботу, состоял вовсе не в полном прекращении всякой деятельности, а только в некоторой перемене обычных занятий человека на другие, которые вовсе не представляют для человека чего-нибудь трудного, а скорее содействуют обновлению его сил. К таким делам, не входящим в круг обычных дел, Христос и относит совершенное им в субботу исцеление, а значит, его несправедливо обвиняют в нарушении заповеди Божьей. Своё право совершать дела в субботу Спаситель обосновывает утверждением, «Отец мой доныне делает, и я делаю». Христос является единосущным Сыном Божьим, а потому как имеющий одну природу с Богом и поступает так же свободно, как Бог. Правильно понимая слова Господа о его равенстве с Богом Отцом, иудеи начинают еще более обвинять Христа, желая предать Его смерти за нарушение субботы и за то, что Отцом Своим называл Бога, делая себя равным Богу. В ответ Спаситель раскрывает им учение о единстве действий Отца и Сына на примере обычных представлений о Сыне, подражающем Отцу, и об Отце, любящем Сына и обучающего Его своим делам. «Истина, истина говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит так же». Сын, подобно Отцу, может не только исцелить расслабленного, но и воскресить умерших. «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». Архиепископ Аверкии Таушев поясняет, «Сначала здесь идет речь о духовном воскресении, о пробуждении духовно мертвых к истинной святой жизни в Боге, а затем и об общем телесном воскресении. И оба эти воскресения находятся в тесной внутренней связи между собой. Восприятие человеком истинной жизни, жизни духовной, есть начало его торжества над смертью». С духовным воскрешением Господь соединяет и другое свое великое дело, дело судить. «Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». И здесь прежде всего говорится о нравственном суде в настоящей жизни, который приведет к последнему, всеобщему страшному суду. Христос явился как жизнь и свет в духовно мертвый и погруженный в духовную тьму мир. Те, кто уверовал в Него, воскресли к новой жизни и сами стали светом. Те же, кто отверг Его, остались во тьме. Таким образом, участь людей находится во всецелой власти Сына Божьего, и вот поэтому надлежит чтить Его так же, как и Отца. Нам же, дорогие братья и сестры, следует помнить, что чтить Господа означает не только слушать Слово Божие, но и слушаться, то есть веровать во Христа, посланного Отцом Небесным, с любовью исполняя Его волю. И только так на земле открывается Царствие Божие, переход от смерти к вечной жизни, переход к Богу Отцу во Христе и со Христом. Помогай нам в этом, воскресший Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok